Стать высококвалифицированным специалистом, причем в сжатые сроки, вполне реально. Два учебных заведения республики – Канажский транспортно-энергетический техникум и Чебоксарский электромеханический колледж – вошли в федеральный проект «Профессионалитет». И уже в январе в плотной связке с будущими работодателями они планируют прийти на новые образовательные стандарты. Каким реальным проектом можно будет приложить руки и знания в самое ближайшее время – выпускникам 9-11 классов показали на одном из ведущих предприятий «Чувашия». Вот это Марпасадское шоссе, которое идет в сторону Чебоксарского, в сторону вашей школы. Вот это проспект трактора строителей, откуда вы заходили. Вон он в том углу кольцо, на котором стоит первый трактор, который выехал с нашего завода ровно 47 лет назад. Заводские масштабы школьников впечатлили сразу, но одно дело макеты и выставочные образцы – совсем другое реальная техника. Сборочный цех – это живая лента, на которой рождается промышленная спецтехника, которая потом трудится не только в российских регионах, но и далеко за пределами страны. Представление трактора было, как он катался тут, понравилось. И показали цех, как работают люди. Гордость за Чувашию, конечно же. То, что наши Чуваши выпускают тракторы и помогают всей России, СНГ, как рассказали нам. С обзорными экскурсиями в рамках проекта «Профессионалитет» на предприятии уже побывали около 300 школьников. Часто у нас выезжают школьники, и очень хорошо, что началась такая программа, сотрудничают с колледжами. Я думаю, это и полезно и детям, и определяться с будущей профессией. Им большая помощь, большая поддержка со стороны колледжей и заводов, конечно же. С начала года завод только наращивает мощности молодых и креативных рабочих здесь очень ждут. В Чебоксарском электромеханическом колледже сейчас перерабатывают учебные программы, потому что обучение станет более практикоориентированным. Студенты уже со второго курса смогут работать на производстве. По некоторым специальностям курс сократится практически до года, но это не отразится на качестве образования. По мнению и педагогов, и заводчан, наоборот, более тесный союз колледжа и предприятия позволит воспитать профессионала высокого класса. Учиться будет не сложнее, а интереснее, потому что сама программа, она будет подразумевать, что большую часть обучения будут проходить именно на реальном секторе производства. Ребята будут реально работать на станках, выпускать продукцию, которая будет использоваться именно в сборке тракторов. Позволит привлечь дополнительное количество школьников ресурсы на инженерно-технические специальности в колледж. Второе. Создаст новые условия, учебно-производственные условия, где школьники смогут обучаться на современном оборудовании, по современным программам и по требованиям, которые предъявлены нами, работодателями. Мы являемся участниками образовательного процесса, как наши преподаватели, так и наши требования будут учтены в образовательной программе. Мы сегодня уже согласовываем перечень оборудований, которые должны быть закуплены в рамках федерального проекта. На создание новых мастерских, в которых будет установлено современное оборудование, федеральным проектам предусмотрено 100 миллионов рублей. Начать в них первые занятия в электромеханическом колледже намерены уже в начале следующего года. Светлана Познякова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.